Сегодня было настолько много замен, что можно было, пожалуй, в них запутаться, и где-то даже, там, не знаю, рекламент нарушать, нет? Это изначально только плампы? Ну, изначально хотели, чтобы те ребята, которые меньше задействованы, получили сегодня игровое время. Очень рад, что, в общем-то, это удалось. То есть, не всем, наверное, удалось поиграть, кого хотели видеть на площадке, но, тоже понимаете, у нас и задачи, и результат никто не снимает. Запускать на площадку, там, 7 человек, которые не имеют игрового ритма, не имеют тренировочного времени, потому что мы больше летаем, чем тренируемся, ну, было довольно-таки опасно. Поэтому, так, старались точечно разбавлять игроками, которые сейчас в ритме, в тонусе, и, ну, в общем, и целом, неплохо получилось. Сами, я считаю, что отдали третью партию, немножко, даже не расслабились, немножко глупые какие-то ошибки допустили, и команде Ленобласти, в общем-то, терять нечего. Они рискуют, там, каждый мяч, в каждом розыгрыше, как сказал главный тренер, матч двухмесячный, у них с Нижневартовском уже прошел, да, то есть, это была основная их игра, там, принципиально. Сегодня, конечно, они пытались, пробовали, вот, где-то получалось, где-то нет, но, в то же время, результат для нас положительный. По волейболу есть вопросы, я думаю, что подкорректируем в ближайшее время, по отдаче желанию, как обычно, вопросов нет. Молодцы, всех с победой. Почему двойная замена сегодня была с Михайловым, а не с Зимчанком? Потому что, во-первых, у Дениса есть небольшое повреждение спины, вот, во-вторых, по тренировкам, знаете, как тренер, он такой сам по себе трусливый человек, да, то есть, он оценивает готовность всех игроков по тренировкам. Но на тренировке я видел, что на данный момент, в данный момент времени усилить может именно Максим, и плюс еще в расстановке, там, с первой зоны, когда выход связующего, конечно, Макс, там, более опасен в четвертой зоне, чем Денис. Вот, в итоге, где-то сработало, в одной партии сработало, в другой партии не совсем сработала, двойная замена, но в то же время Максу тоже, и нельзя забывать, да, мы говорим там про Макса доигровщика, но в то же время на него рассчитывают, и как на диагонального. У него в этом сезоне большой вообще объем тренировочный, потому что нужно много очень элементов отрабатывать, где-то не забывать, где-то новые изучать, и, к сожалению, с нашим, опять же, повторюсь, тренировочным графиком это не всегда возможно, где-то идем даже в ущерб, там, утренней тренажерке отрабатываем, да, какие-то вещи. Вот сегодня утром, например, там, пробовали с ним, там, и перемещение на блоке, и, ну, то, что, то, что ему не достает, да, то, что он не знает, то, что для него в новинку, ну, так что, в общем и целом, доволен всеми ребятами, доволен результатом, ну, вот, идем дальше. Игорь Маранков, сегодня 15 очков, но 17 ошибок, чем это можно объяснить? Так, столько брака, и третью партию немножко завалил, наверное, в концовке. Да, ну, знаете, он в какой-то степени даже герой, наверное, я могу сказать, по причине того, что у него есть проблемы с коленом, ну, вот, но он мне не позволяет, то есть я ему сказал, скажи мне честно, можешь, не можешь, он говорит, могу в то же время, но мы должны находить для него хоть какое-то время на площадке, но, к сожалению, не на 100% он просто физически сейчас способен играть, Это его мучает, он из-за этого переживает. Будем находить возможность, да, возвращать его, как говорится, в жизнь, да, потому что игровой ритм – это очень, очень важная вещь, да, то есть все там говорят про какие-то технические, тактические моменты, но находиться в игровом ритме, именно игровом, не тренировочном – это большая две разницы – тренировочная и игровая ситуация. Поэтому сейчас у нас сегодня была возможность попробовать там, ребят, да, также, я надеюсь, в следующем матче, вот, где-то у нас будет состав варьироваться, как вы говорите, там, количество замен, не упустить главное, вот, я уже не раз повторял, что у нас команда – это не 7 человек, не 6 человек, а 14, вот, ну, и надо подтверждать слова делом, да, поэтому поступками мы будем пытаться следовать нашим мыслям, идеям. Спасибо.